Зинковочные сверла и сверла для заглушек делают из стальных стержней. В начале производства зинковочных сверл в заготовке на автоматизированном станке просверливают отверстия. Для этого используют центровочное сверло. Затем главное сверло просверливает заготовку насквозь. Токарный резец для черновой обработки придает форму сначала кончику сверла, затем его остальную часть. Фрезерный резец оттачивает режущие кромки сверла. Резец для поперечного сверления проделывает два отверстия для болтов, которыми зинковка будет прикручиваться к сверлу. Метчик нарезает резьбу в отверстии. Шипорезная фреза затачивает режущую кромку. Затем лезвие отсекает готовое изделие. Этот же станок производит сверла для заглушек. Центровочное сверло делает предварительное отверстие. Главное сверло просверливает отверстие, но не насквозь, а лишь до нужной глубины. Токарный резец придает форму сверлу. Фрезерный резец формирует его кромки. Когда кромки заточены, в дело вступает борштанга. Она проделывает в центре заготовки отверстие нужного размера. Затем формой придается хвостовику. Это часть сверла, которую вставляют дрель. Лезвие отсекает заготовку. Теперь немного ручной работы. С помощью шлифовального круга рабочий убирает излишки металла. Затем он обрабатывает боковые части сверла, стачивая их особым образом. Вот так выглядит сверло до и после шлифовки. А так до и после зачистки. Теперь понаблюдаем, как изготавливаются сверла, к которым прикрепляется озенковка. Конец этого сверла будет коническим, поэтому мы берем соответствующую стальную заготовку. Для прямых сверл используются прямые заготовки. Манипулятор помещает заготовку в обрабатывающий центр. В нем имеется два шлифовальных диска, сделанных из очень твердого природного вещества, нитрида бора. Первый диск нарезает спираль вдоль заготовки. Это спиральный желоб. Второй диск затачивает режущие кромки и делает кончик сверла острым. Теперь вернемся к зенковкам. Сталь еще достаточно пластична, чтобы рабочий мог проштамповать на станке каждую, обозначив таким образом размеры и фирму-производителя. Практически готовые сверла должны подвергнуться тепловой обработке. Их помещают в раскаленную печь на 20 минут, чтобы закалить при помощи химических реагентов. При температуре 955 градусов Цельсия химические вещества превращаются в газы и проникают в сталь, придавая ей прочность. Сверла остывают теплой воде и масли в течение 15 минут. Затем их опускают в промышленный раствор, чтобы удалить остатки масла. Теперь кислота, чтобы избавиться от сажи. И, наконец, чистая косметическая процедура. 20 минут в специальном затемняющем растворе, состав которого держится в секрете. Теперь поглядим, как заработают наши сверла. Вначале мы делаем заглушку. Достаем ее при помощи отвертки. Затем надеваем зенковку на коническое сверло и просверливаем отверстие для болта. Вкручиваем болт так, чтобы его головка была ниже уровня поверхности. Закрываем его заглушкой. Существует огромное многобразие сверл всех размеров и форм для новичков, профессионалов и промышленных предприятий. Кто сказал, что сверлить скучно? Субтитры сделал DimaTorzok